Мы видим, что действительно количество дел, которое находится в судах, оно сократилось. И суммы, если привести к такому твердому показателю, они тоже сократились. На мой взгляд это достаточно хорошо, потому что это говорит о том, что либо судебная система справляется, либо ДФС меньше выписывает ненужных или неправильных ПБР. Почему я буду говорить о том, что они ненужные или неправильные, мы увидим сами дальше. Вот это отношение дел, которые рассматриваются, к решениям, которые принимаются. То есть сколько всего дел на рассмотрении и сколько решений принят. И этот график нам показывает одну простую мысль, что на самом деле то, что мы видим в предыдущем, сокращение количества дел, связано не с тем, что судебная система пропускает через себя больше, а с тем, что все-таки на вход заходит меньше. И это хорошо, это как бы на мой взгляд позитивная вещь. Следующее соотношение, которое мы смогли построить не данные только за три года, это количество ПБР, которые по результатам административного оскажения в рамках ДФС остались в силе в соотношении с количеством дел, то есть тех исков об их распаривании, которые продали на жгоплательщики в этот же год. Мы видим, что вообще-то есть тенденция к тому, что этот процент уменьшается. И сразу скажу, что 2017 год непоказательный, потому что это пока только 9 месяцев. Поэтому я думаю, что данные за 2017 год изменятся. Но если сравнивать с 2015 и 2016, мы видим, что все-таки в большем числе случаев плательщики стали соглашаться с решением ДФС и не идут оспаривать эти решения. Но тем не менее мы видим, что все равно процент очень высокий. А вот теперь следующее. А что же происходит дальше в судах? В судах происходит следующее, что на самом деле большую часть дел ДФС в судах проектов. Проценты от года в годы меняются, есть пики, есть минимумы. Мы в свое время анализировали предыдущие годы, но не по всем делам, а по отдельным группам. Тогда процент проигрыша, в некоторых случаях проигрыша ДФС и выигрыша плательщиков был еще выше. То есть в целом мы видим, что суды говорят о том, что большая часть ППВР, которые прошли оскаржения, которые уже рассмотрели в апелляционной инстанции ДФС, которые потом были оспорены плательщиками, в большей части случаев суды принимают решение о том, что они были вынесены противоправой. Они не имеют под собой оснований. То есть суды встают на сторону плательщиков. Можно было бы сказать, да, мы знаем, почему это происходит, потому что плательщики коррумпируют суды. Ну, бывает, я слышу такое, да? Но тогда, если бы плательщики коррумпировали суды, наверное, бы по тем делам, где наибольшие суммы исков, чаще бы были выигрыши плательщиков и реже бы у ДФС. Следующий график показывает, что это не так. Все с точностью-то наоборот. То есть на самом деле вовсе дело не в том, что плательщики и суды коррумпируют. Вот если мы посмотрим на суммы, которые выигрывает ДФС, а не их процентное соотношение выше, чем по количеству дел. То есть мы видим, что есть достаточно большое количество дел, которые маленькие, которые просто кошмарят. Плательщики потом проигрывают. Следующий вопрос, который мы себе должны задать. Хорошо, а кто же вот те, кто проигрывает? Ну, из рынка подсказывают, что достаточно большая часть тех, кто проигрывает, это фирмы, которые к окончанию спора, то есть к моменту, когда вынесено уже решение, которое стекло силы, как-то может кто-то взыскать, но они уже ликвидированы. Им на самом деле нет смысла даже бороться. Нужно просто протянуть какое-то время, пока сюда придется вся история. Слить активы и потом пожалуйста. И следующий график показывает, что это действительно так. Это соотношение суммы, по которой принимаются решения, к сумме, которая взыскивается. Подчеркиваю, тоже данные ДФС. То есть мы видим, что на самом деле, да, там можно ее увеличивать, корректировать, но в целом тенденция такова. Я смотрел, например, хорошо, а если сравнить по тем решениям, которые приняты окончательно, да, ну там максимум вырастает до 25%. В целом получается, что система работает, работает, если подводить итог, с следующим образом. Мы выписываем большое количество ППР, часть из них отменяем сами же в ДФС, большая часть идет в суды, там мы большую часть проигрываем, и только малую часть мы этих средств потом взыскиваем. И создаем тем самым бесконечные проблемы для добросовестных налогоплательщиков, потому что если учесть, что у нас есть эти фирмы, которые просто бросают, и они как раз и входят в основном, они ставят существенную часть тех дел, которые ДФС выиграл, то получается, что вот там вот как раз, в той части, где у нас зеленое было, там где были нормальные плательщики, там действительно нормальные плательщики, которые просто проходят через эти жернова раз за разом, ходят в суды, тратят деньги на это.